Сегодня шестилетние артисты из детского сада «Золотой ключик» Воложского продемонстрировали свои театральные возможности членам жюри. Малыши стали участниками всероссийского конкурса «Серебряный ручей». Постановку детского театра посмотрела и наш корреспондент Екатерина Караваева. Дружба и ссоры, смех и грустные улыбки, настоящая детская легкость и взрослые мысли. Все это причудливо переплелось в постановке «Диванная история». Юные артисты пели и танцевали, летали на космических кораблях и ходили в гости к гному. Навещали больного товарища и играли в индейцев. А также на глазах у зрителя превращали диван в вездеходный автомобиль. В основу «Диванной истории» легли стихи поэта-драматурга Андрея Усачева. Постановка уже завоевала гран-при на областном фестивале «Открытый занавес» в конкурсе «Маска. Я тебя знаю». А теперь артисты вышли на всероссийский уровень. В конкурсе «Серебряный ручей» приняли участие любительские творческие коллективы со всей страны. Достичь таких высоких результатов помогло то, что детям всегда было позволено оставаться детьми, считает руководитель театральной студии Елена Евдокимова. А сами юные артисты отмечают, только труд принес им уже всероссийскую известность. Я думаю, что нужно помнить, что мы все родом из детства. Нужно самим уметь баловаться, самим уметь быть раскованными, веселиться, и тогда легко научить этому ребятам. В пяти артистах мы повторяем что-то. И еще поем, танцуем. Мы очень много репетируем, шесть месяцев. И вот там надо очень стараться, ничего не баловаться, не разговаривать. Придется там очень хорошо играть. Строгая жюри, в составе которого артисты, драматурги, режиссеры, в том числе и столичного театрального вуза, дали диванной истории очень высокую оценку. По мнению судей, волжскому коллективу удается успешно сочетать детскую непосредственность и профессионализм. Они были очень свободны и очень естественны и правдивы. И это очень важно, потому что они были живые. Потому что часто проблема бывает педагогов, которые работают с детьми, они начинают все делать через призму своего восприятия. А вот какое место волжский коллектив займет во всероссийском рейтинге, будет известно позже. Конкурс «Серебряный ручей» только стартовал, и жюри еще предстоит отсмотреть множество любительских театральных коллективов по всей стране. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».